Привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу о своих косметических разочарованиях и также покажу несколько продуктов, которые были сделаны под влиянием YouTube. И давайте с них и начнем. Перед тем, как показать первый продукт, я сразу хочу отметить, что для меня косметическое разочарование это продукт, который, несмотря на всю похвалу, которая о нем была в реальности для меня, оказались полнейшим провалом. Но в той или иной степени я приспособила эти продукты. И давайте уже начинать. Первый продукт это будет блеск для губ от Faberlic Color Energy. Не могу вам сказать, в каком это у меня оттенке, потому что на нем нет даже артикула. У меня это кораллово-розовый оттенок. Об этом продукте у бьюти-блогеров на пространстве YouTube я услышала примерно полгода назад. И очень многие о нем отзывались очень хорошо. Благодаря этим отзывам я захотела попробовать этот блеск. И можно даже сказать, что с этого началось мое знакомство с компанией Faberlic, потому что я первый свой заказ делаю именно из-за этого блеска у них. Упаковка довольно необычная у этого блеска, но для меня она оказалась не очень удобной, в плане, чтобы ее открыть и нанести. То есть к ней нужно приспособиться. Далее, когда мы открываем, здесь мы видим, что спонж, он довольно нестандартный, не такой, как у многих других блесков. Но это мне, в принципе, не мешает наносить блеск, и я с ним справляюсь вполне нормально. Когда мы начинаем наносить этот блеск на губы, то мы получаем очень прозрачную, тянущуюся текстуру. Хотелось бы, конечно, чтобы передавался именно тот цвет, который заявлен у нас в упаковке. Плюс его в том, что он не липнет. Это действительно как полупрозрачный блеск, который дает вам лишь оттенок, придает вашим губам. Но самый минус его в том, что он исчезает. То есть, если я его поношу в течение часа или двух, он просто куда-то испаряется на мне, и у меня на губах вообще не остается никакого даже намека на этот оттенок. Остается такая жирноватая, слегка липковатая поверхность губ, что мне совершенно не нравится. Для меня этот блеск, он бессмысленный. Он подчеркивает всю текстуру ваших губ, и он ее не сглашивает. Я думаю, что летом я его допользую. Естественно, я его покупать и из этой линейки больше ничего приобретать не буду. Именно из таких блесков. Ну и, конечно же, никому не советую. Следующее, что я вам покажу, это будет от Maybelline Baby Skin. То есть, это затирка пор. Основа под макияж, маскирующая поры. Этот продукт сравнивался бьюти-блогерами с основой под макияж от Benefit. Вы знаете, если Benefit, основа под макияж такого же качества и так же действует, как и от Maybelline, то это пустая трата денег. Для меня даже вот это пустая трата денег, хотя он стоил примерно около 500 рублей, может быть, чуть больше. Я очень долго к ним присматривалась. Я смотрела различные видеоролики, читала отзывы об этом продукте. Очень многие говорили о том, что это супер крутая вещь, основа под макияж именно для жирной кожи, в которой есть расширенные поры. Она очень хорошо их затирает и держит тональную вашу основу долгие часы. Я не знаю, может быть, у меня какое-то уникальное лицо, но на мне эта основа под макияж, эта затирка пор, она вообще не работает. И вы знаете, как я делала? Я наносила на пол лица, другую половину оставляла без него. В течение дня я не видела никакого различия между двумя сторонами моего лица. Они одинаково жирнели, на них одинаково держался тональный крем. У меня были совершенно одинаковые две стороны моего лица. Единственный момент, та сторона, которая была именно с ним, мне хотелось побыстрее ее умыть, потому что у меня было такое ощущение, как будто у меня все забилось, и эффект такой жирной маски на лице. Это прозрачный, силиконистый гель. Он придает моей кожи дополнительный блеск жирный. Лучше бы я его, конечно, не приобретала, и я его советовать не буду вам, особенно тем людям, у которых действительно расширенные поры, у которых остается он и жирная, даже, может быть, у которых проблемная кожа. Потому что он забьется вам поры, никакого эффекта положительного вы от него не получите, и вы только можете приобрести для себя какие-то дополнительные проблемы на лице, в виде прищиков, забитых пор, черных точек и так далее. Если он кому-то реально подходит, я очень рада за этих людей. Это, наверное, единственный продукт, из всех которых я вам сейчас покажу, который я не хочу никак приспосабливать, я вообще никак не буду использовать. Следующее разочарование мое, это пудра от Catrice, Nude Illusion. Она заявлена как матирующая пудра, рассыпчатая. Она по себе самая белая, такая даже, я бы сказала, мукообразная. Мелкого помола, но если ее сравнить с пудрой рисовой или бамбуковой от Поэзе, то там намного мельче помол. Когда я наношу ее на свое лицо, а я ее наношу примерно на Т-зону только, она мне ее немного выбеливает, хотя я ее беру очень-очень мало. В первые 15 минут матируют кожу. На моей коже она не работает, на мне ее не матирует, ее видно на моем лице. Конечно, я очень большие надежды на нее возлагала, я ее покупала в летнее время, когда моя кожа очень сильно нуждалась в матировании Т-зоны, потому что мне приходилось там через каждый час-два промакивать матирующими салфетками. Но вот эта вот пудра матирующая, рассыпчатая от Catrice с этим не справляется. Дальше. Следующее мое разочарование, это тушь от Make Up For Ever. Она мне досталась миниатюркой в коробочке Allure Box. Новая версия, она была упакована в коробку, коробочку я уже выкинула. На упаковке было также нарисовано, как необходимо эту тушь правильно наносить, чтобы она вам дала именно вот этот 3D эффект. Естественно, я ее начала первым делом пробовать и пробовать именно по инструкции, то есть так, как было нарисовано на самой упаковке от этой туши. И вы знаете, у меня довольно хорошие свои ресницы, они длинные, они уже подкручены и у меня особых усилий не составляет, чтобы их подкрутить и сделать длинными или объемными. Это первая тушь, которая испортила мои ресницы. Сделала из них палки, очень тоненькие, где-то склеенные, где-то разделенные, но такой эффект очень редких ресниц. Знаете, мне эти ресницы напомнили, как вот у коров, то есть они такие редкие, вот они вперед смотрят эти реснички. Я стала ее наносить, как обычную тушь. И тут тоже я не смогла с ней подружиться, потому что она очень быстро застывает. Вам нужно с ней работать быстро довольно. Это чувствуется, когда она засыхает у вас на ресницах, и все дальше вы работать с ней не можете. Она у меня не осыпалась, довольно хорошо держалась. То есть она не дает вам возможности выжать из нее максимально и сделать ваши реснички подкрученными, удлиненными и разделенными. Покупать не буду, естественно, полноразмерную версию, допользую эту миниатюрку. И также осталась у меня парочка продуктов, тоже моих разочарований. И допустят меня Faberlic, но это именно продукты от них. И это у меня будет консилер и трандаш тени для век. Начнем, пожалуй, с консилера. Он, по-моему, у них там один, если я не ошибаюсь. У меня это сам в светлом оттенке. Он с кисточкой, и он нажатием на кнопочку подает вам в кисточку этот продукт. Впервые я с таким сталкиваюсь. Объясню, в чем дело. Когда вы его наносите, он придает именно на области под глазами бежево-серый оттенок. Скорее всего, идет как увлажняющий консилер. А точнее, я бы даже сказала, что это увлажняющий легкий крем для области вокруг глаз. Немного с маскирующими частичками. Добавление маскировочного пигмента. Немножечко. Причем этот пигмент неудачный, потому что он отдает серым. Для меня он вообще ничего не маскирует. Вообще никак. Он не стойкий. Он очень долго остается таким влажным на вашем лице. Он мне ничего не перекрывает. Он просто эту зону дополнительно увлажняет. Никому не буду советовать, но я очень много почему-то слышу о нем хороших отзывов у других блогеров. И я понимаю просто потому, что он не подошел мне. Я совсем другие задачи ставлю перед консилером для области вокруг глаз, который подходит именно для моей проблемы. И для меня он оказался полнейшим провалом. Тени в стике для век. Там есть разные у них оттенки. Я взяла себе такой оттенок мокрого асфальта. Темно-темная серая, немного с металлическим эффектом. Артикул у него 5572. Он выкручивается, довольно хорошо закручивается. Он довольно мягкий, пластичный. Он довольно хорошо растушевывается, потому что он мягче по консистенции, нежели тени от Maybelline Color Tattoo. И я на радостях нанесла его на века, растушевала. В общем, получилось все красиво. Ничего не могу сказать. Хорошо растушевывается. Где-то можно его добавить. В общем, в плане нанесения, пигментации, растушевки, с ним все хорошо. Но с ним нехорошо именно по стойкости. Он не стойкий. И я не преувеличиваю, могу вам сказать, что без базы на моих веках. Этот карандаш у меня скатывается примерно уже в складочку через 10 минут. Конечно, бы хотелось себе такого цвета, и они хорошо растушевываются, стойкие тени для век. Но не повезло. Но вы знаете, я тоже смогла использовать этот продукт. И я этот продукт наношу по линии ресничного края. Потом беру растушевочную карандашную кисть и растушевываю в дымчатую стрелочку. В общем, я его приспособила. Но в плане теней соло, таких на каждый день, повседневных, как такой быстрый макияж, они не подойдут, они не стойкие. Я надеюсь, что я вам была полезна и чем-то помогла, о чем-то вам подробнее рассказала. Мне будет интересно, если вы о каких-то продуктах напишите внизу, которые, может быть, вам наоборот, они подошли. Или так же, как и мне, они не подошли. То есть, это будет хорошим таким откликом на это видео. И я думаю, что это будет очень полезно узнать другим, кто будет просматривать это видео. На этом все. И не говорю вам до свидания, говорю вам до встречи.